Они твердо стоят на своем. Ограниченные физические возможности не ограничили их планов. 9 бугульминцев намерены открыть собственное дело. Под спорьем на старте будет служить субсидии. Предпринимателям выделили по 60 тысяч рублей. Число рабочих мест для инвалидов удалось увеличить и за счет других мер. Подробности в сюжете. Проблемы со здоровьем у Айрата начались три года назад, а профессии электрика пришлось забыть. В надежде найти какое-нибудь дело, которое окажется ему по силам, мужчина пришел в центр занятости. Где работать, смотри, не смотри. То есть я гарантировать, что последний там, что нужно куда-нибудь, иначе на работу. Еще один способ трудоустройства инвалидов активно подхватили городские предприятия. За оборудование специальных мест для них центр занятости выплачивает 50 тысяч рублей. Что касается наших индивидуальных предпринимателей, то индивидуальный предприниматель Ибрагимова создала два рабочих места. Индивидуальный предприниматель Шигапов, Детков, также создали по одному рабочему месту. Рабочих мест для людей с ограниченными возможностями немного, так что они рады любым вакансиям. Снег чистим, пирожки таскаем. Здесь вроде на работу, чтобы дома не сидеть. Там как в четырех стенах, как сказать. А здесь с народом общались. Впрочем, есть и те, кто решил не ждать хорошей работы, а организовать самим. Девять инвалидов планируют стать предпринимателями. На открытие собственного дела каждый из них получил субсидию почти 60 тысяч рублей. Из 245 инвалидов, которые обратились в этом году в Центр занятости, работу нашли 64 человека. Лилия Жданова, Вести Татарстан, Бугульма.